здравствуйте друзья мы с вами встречаемся очередной раз на канале голос силиконовой долины и наш гость это марина печинская издатель нашего кирпича который вот пожалуйста пилотный экземпляр вот и но в течение месяца наверное тираж уже будет у нас там ребята из которых викторину нашу выигрывали уже книжку поэтому они подождут через месяц начнем рассылать я припоминаю что мы с мариной первый раз познакомились лет 15 назад была какая-то группа нам по бизнесу чуть по бизнесу обсуждали и марина тогда собиралась делать журнал боюсь собрать здоровье на здоровье на здоровье и он был очень красочный сколько это сколько экземпляров вышло не помню сколько ну в общем да я я может со стороны так некомпетентно но мне казалось что должна быть какая-то дорогая полиграфия это был очень шикарное издание и надо было я не знаю там на какие деньги существовало там потеряли там какие средства ну в общем то я хотела донести то что я хотела донести до русской комьюнити это были мои собственные деньги поэтому но я их выделила на ну вы знаете чего пока поджидал как какой-то дал это выросло в издательство хорошо а вот по оригинальному таскать образованию или опыту работы вы кто по первому образованию я архитектор я закончила детскую республиканскую художественную школу из моей фамилии я даже не думала поступать в художественные мне сказали что а сейчас фамилия та же или уже другая была горецкая стала печинская а это мама и сейчас горецкая мама и сейчас горецкая так вот по второму образованию я как раз таки издатель я закончила я получила мастера в сиракюзском университете как у сиракюз а это у нас тут и у меня мастер инфайм от майнер и на вижу коммуникационный дизайн это как бы все вижу вот так вы жили там были четыре года потом мы переехали в калифорнию вот и но докторскую я делала уже онлайн вот человек набрался сначала была детская школа сначала было с пятого класса по восьмой по девятый по девятый детская республиканская чему учились живопись так тоже лежали вы где в киеве как интересно хорошо значит живопись потом учились вы на архитектора где в кисе киевский потом уже в сиракузе значит мы переехали как только я закончила мы переехали и через год я уже уже тут порядком и и 25 у меня 25 было пару недель назад до 2 ноября было 25 о как друзья вот что бывает значит теперь слушать а так я коварный вопрос а не было никогда мысли тестером стать где-то в 2003 друзья посоветовали давайте научу за пару буквально за пару дней у меня все друзья но когда действительно к одному приятелю пришли покажи и он через полчаса сказал нет ты знаешь плохое время пройдет тебе это не надо ты умрешь ну хорошо значит давайте мы к нашим делам значит я очень признателен ребятам которые откликнулись на мой запрос присылать вопросы потому что я его повесил вот ну буквально там не знаю 12 часов прошло пол сутки хотя это с учетом разницы во времени это правильные пол сутки давайте я буду по вопросам немножко вот у меня тут монитор справа я буду так косить немножко туда значит имеет ли право автор издаваться в двух издательствах то есть видимо я слышал тоже в сша что вот есть авторы которые не какой-то контракт такой продолжительный что они если он начал с ним работать тему раскручивают как бы он не может от него какое-то время уйти и тогда это называется именно поэтому произошло слово копирайт 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 принадлежал тем кто раскручивал автора они автор это из истории копирайта то есть вот певца кто-то раскручивает и вот этот кто-то держит копирайт я понял то есть права у того кто деньги потратил но это все все зависит от контракта у меня в контракте написано что будет в десяти издательства пожалуйста а давайте вот я может быть так уточню вот мы с вами делаем книжку теперь вдруг завтра но я не конкретно мы с вами но все-таки вдруг завтра я думаю а теперь я хочу эту же книжку издать в другом издательстве то есть может это не имеет смысла может быть люди поссорят черт его знает но почему-то он вдруг захотел это тоже элемент контракта да это контракт и написано что 7 лет вы не имеете права нигде публиковать только со мной это 7 лет понял то есть это все вопросы договорные дар может ли издательство издавать перевод книги на другой язык без согласия автора я думаю это серьезно это дело за это можно соединенных штатах они ты они таки вас накажут то есть я понимаю что есть такие страны где может быть там известная фраза что суровость российских законов компенсируется необязательностью исполнения вот то есть нет здесь исполнить на всю катушку здесь так нельзя делать штраф будет прилично даже не посадят то есть это не уголовное гражданское вообще какие денежные взаимодействия автора и издательство кто кому платит и как это очень это вопрос очень широкого профиля например а если это детское издательство детская книжка и заказ на что не на текстовую книгу она иллюстрацию значит 7000 в аванс 7000 в получку это было лет 10 назад такие цены сейчас они может быть поднялись процентов на 20 на 30 врать не буду это платил издатель значит за текстовую книжку плата идет таким образом 30 процентов аванс 20 процентов получка то есть я не слышала чтобы издательство давала больше пятидесяти процентов и плюс ройалти авто то есть ройалти могут составлять от трех процентов ну до пятнадцати если вы известно то есть грубо говоря так если издательство берет на себя финансирование а может она может и легко потерять деньги видимо и наверняка теряет там периодически новых авторов они берут с очень большим да то есть если вы известно если есть какой-то рынок они примерно прикидывают и это легко там киесаки легко книжку издать да значит в моем случае я просто там покупайся какой-то тираж и все и мне вот мне столько то нужно нужно будет еще допечатать то есть это как бы то есть люди которым нужно сделать там сколько-то экземпляров я кстати хочу сказать что поскольку у нас на канале всеми иммиграционная тема присутствует слева справа там и так далее здесь тоже у нас есть вопросы там по части работы но я хочу сказать что есть виды иммиграции где там человек должен доказать что он там талантливый востребованный я не лезу в эту область у нас об этом светлана каф на канале рассуждает но бывает что надо иметь книжку вот допустим хорошо для такого случая иметь книжку на английском языке у человека может быть 10 книжек на русском а дальше он скажем берет какую-то книжку он хочет ее издать на английском и ему не нужно чтобы там был миллионный тираж может быть хочет там те же 200 копий как я хочу сделать значит он может тоже сам это сделать то есть есть возможность конечно самому если тебе для чего-то нужно книжку ты можешь сам издать это это очень здорово если издательство издала книгу один раз она может сдавать второй раз без согласия автора или нет нет но это тоже все в контракте это прописано хорошо какие отношения не может какие но без согласия нет это очень жесткая вещь это какие отношения между издательством если заказчиком для написания книги например технической является издательство она получает эксклюзивные права на книгу то есть я заказал вот вам написать книгу но ее написали чьи права безусловно издательство имеет 70 процентов то есть основное денежных прав денежных прав это правоиздательство она оплатила вы договорились там 14 тысяч за книгу всем баланс всем получку все большой привет и плюс роялти если вы их выбили если вы молодой начинающих никаких роялти там как повлиял интернет ваш земляк из киева спрашивается значит как повлиял интернет на издательский рынок очень повлиял на издательский рынок вот амазон полностью смел просто бард сын но был как магазин как магазин как не как онлайн его операции как онлайн его операцию потому что бард сын но был изначально его очень поддержал этот проект и отдал ему всю базу данных отдал амазону амазон теперь на амазоне как мы знаем только 30 процентов общего оборота составляют книги все остальное составляет электроника товары но бард сын но был пострадал закрылась 70 процентов по стране магазин магазин бард сын но был друзья это большая сеть но сам магазин один конкретный магазин бард сын гигантский ну ну просто очень гигантский там где-то я читал что у них там нормальное состояние когда на полках лежит там слышится свыше 100 тысяч там разных номинований обычно с бард сын но был еще есть кафешечка там starbucks пока не спали очень уютно да там замечательно совершенно и люди интеллигентные работают обычно когда приходишь там такая публика знаете вот как мне чем-то напоминает работников музеев советских там какие-нибудь они там пока не культурный очень хорошо значит а вот с точки зрения ну я извиняюсь не санкционировано таскать размножение доступа и так далее вы же можете на самом деле сейчас пойти абсолютно любую книжку можно качнуть откуда-то таки делают в этом смысле повлияло конечно пиратство меньше денег страна автор бедный автор бегает по всем веб-сайтам вылавливает свои книги кому удается кому нет ну не только книги арт так и музыку музыку это кино конечно нужно ли соблюдать авторские права при печатании давних писателей живших 50 100 200 лет назад вот допустим сейчас захотите шекспира жахнуть там 400 лет там прошло ли там ну вы должны как бы привнести что то то есть вы можете напечатать ромео джилетту с иллюстрациями марина печинской а если вот просто какая-то книжка изданная 200 лет назад мы просто перепечатаны это является как бы паблик копирайтом и не все даже печатные самые печатные станки вам это напечатают то есть там очень большая как бы на вас будут очень смотреть странно под каким предлогом вы ее печатаете а главное куда пойдут деньги от этого тиража в основном они хотят чтобы это было нон-профит организация которая 80 процентов 85 процентов отдаст там целенаправленно куда надо то есть хоть она и паблик но все равно как это называется паблик домейн и но он профит имеет то что он паблик не значит что каждый кому ходил кому охота вот взял и пошел абсолютно еще и подставить свою фамилию да да значит теперь как популярно и выгодно ли печатание нот ну популярно у кого ноты стоит очень если пройтись их очень мало кстати говоря пиратским способом размножают это довольно невыгодное пиратское дело занимает огромное колоссальное место pdf чтобы распечатать со всеми делами и ноты стоят прилично так что выгодно невыгодно но сколько у нас музыкантов стране вот цели пользуются а планшетник же не поставишь чтоб с него там да то есть но ты это то что надо перевернуть хорошо значит дальше у нас давайте я немножко скролл даун наши вопросы какие шансы получить рабочую визу и работу в издательском бизнесе в штатах с российским дипломом специалисты издательского дела но без опыта работы в этой сфере усложняется за диплом российский и вообще насколько востребованы сотрудники редакторы корректоры верстальщики дизайнеры какие требования при приеме на работу заранее благодарна за ответы марина вообще штат нью-йорк и сам нью-йорк это вот силиконовая длина печатного дела среда точки сосредоточения всех печатников это обстоит нью-йорк и особенно нью-йорк там находятся все самые такие блестящие здания и устройство на работу то есть без опыта работы надо отработать от волонтерить где-нибудь год-два и тогда нет проблем тогда появится опыт нет рабочую визу рабочая виза я никогда не слышала если очень очень опытный человек да потому что здесь особенно в штате нью-йорк огромные просторы для студенческой образования это и сиракюзский университет который выпускает специализации и очень много различных колледжей и бьютики по штату нью-йорк который выпускает огромным тиражом то есть есть люди то есть рабочую визу я никогда не слышала график дизайнер или иллюстратор хороший то есть хорошо платить а вот тут верстальщики корректоры редакторы но корректоры корректоры да но это знание английского языка виртуозное совершенно верно дизайнеры если рот держать на замке то руки приветствуются везде и всегда кстати график дизайнер получает от пятидесяти и выше долларов в час или тысяча в час редакторы да это через какое-то время вы можете дорасти до арт директора креатив директора но редактор редактор все-таки это нужно быть в культурном контексте как бы да то есть вы не можете сказать я вот там 20 лет это делал в россии а теперь вот дайте мне высокую должность в сша потому что ты должен быть в контексте в котором это происходит даже редактор и корректор которые блогеры да вот мне очень часто страх спрашивают мои студенты блогеры очень хорошо здесь надо то есть сан-франциско требуется то есть надо жить здесь не менее пяти шести лет в этой и чтобы знать все магазины все кафе где собираются какие тусовки и так далее так далее то есть ты должен еще бегать по этим тусовкам ты должен понимать что происходит а студенты вы не рассказывали это вы чему учите а у меня студия учил бежал коммуникейшн по простому это что бежал коммуникейшн вот так вот это живопись график дизайн веб дизайн так подождите а вы сказали что студенты блогеры они очень они любят у нас сейчас блогать все любят писать а текстовые блоги и для того чтобы писать надо быть в курсе дела вот закрылся магазин надо пойти изучить его историю надо жить в этом районе чтобы знать какая была атмосфера в этом магазине почему мы его поддерживаем почему мы хотим чтобы наш ней вархуд в нашем ней вархуде был этот магазин он все равно закрылся он все равно закрылся интернет его и убил хорошо здравствуйте михаил если книга на русском а издать хотелось бы на английском то может ли издатель взять на себя перевод книги или как лучше поступить наверно может порекомендовать переводчиков у нас довольно большое количество но это стоит по чем стоит 10 центов слова 10 центов слова давайте я сейчас прикину значит моя книжка вот это кирпич значит у меня здесь миллион двести тысяч знаков поделить на пять это средняя длина английского слова если будет по-английски допустим значит поделить на пять миллионов тысяч это получается что-нибудь двести сорок да двести сорок по сколько центов значит двести сорок тысяч по десять центов двадцать пять тысяч перевод такой книги стоит не пишите большие книжки если английским не владеете а отредактировать вот допустим дали переводчик он где-то перевел может быть он в Москве перевел там или там где подешевле хороший редактор дело в том что вот нас на докторской программе заставили взять редактора и корректора и редактора это не важно я русскоязычный студент была или американец значит корректор брал технический корректор брал те же десять центов за слово окей да то есть у меня моя диссертация тоже обошлась в копеечку а здесь тоже такие большие диссертации пишут как в СССР или там 30 страниц там нет нет надо в математику идти там можно и 10 страниц написать там теоремку доказал ну кто может теоремку доказать я мудр доказывала окей теперь на каких условиях может заключаться договор за фиксированную плату или за процент от продажи тиража я думаю и так и так же можно и так и так каким может быть этот процент уже был разговор там от 3 до 15 то есть если издательство вас финансируют то значит может и Исааки 15 процентов получит так могут ли издательства в дальнейшем допечатывать тираж без ведома автора нас спрашивают если послать рукопись целиком может ли издательство воспользоваться ей в своих целях грубо говоря украсть нет мне присылают по 5 рукописей в день а откуда они вас знают столько народу ну мы уже напечатали около 35 авторов так поэтому каждый сказал еще 5 а я понял или есть какой-то стандартный пакет информации которого достаточно послать до заключения договора аннотация первая глава это безусловно это как ищется вообще как ищется издательство то есть вы должны под ненаписанную еще книгу под ненаписанную еще книгу да может и написанную вы меня кстати вдохновили кирпичом я уже знаю какую я следующую книгу напишу да я представляю да приятно значит следующая книга у нас будет по поиску работы в США напишем это может быть не тоньше этого получится я думаю я очень рекомендую вашу книгу я ее с удовольствием прочла ну это вы по долгу прочли и по долгу службы и мне что-то заинтересовало это перечитывала потому что я перебираю все руками то есть я подвигаю там строчки а то есть это такая работа с текстом да спасибо значит теперь можно ли есть ли вообще смысл обращаться в издательство если имеются собственные средства на тиражирование то есть сразу в типографию да великолепно да но как вы потом будете это распространять вот это вот самое главное то есть можно стоять конечно с кучей книг у метро продавать да очень многие в Киеве так делали в мою пытность не знаю насколько это вот можно походить значит в магазины вам вас не примут если вы одиночный автор такие как Барнс и Норбл вас не примут даже маленькие магазинчики вас не примут вы должны быть либо от редакции либо от библиотек либо от каких-то союзов вот и то есть да от одиночного автора мембершип стоит от двух с половиной тысяч мы вот сейчас платим чтобы что мембершип в чем в профессионал паблишинг окей то есть чтобы вы могли эту книжку отправить в сеть в систему да ну хорошо а в нашем случае же не будет Барнс и Нобл буду на русском можем поставить надо поставить ну дело в том что это надо физически принести пять книжек в каждый Барнс и Нобл это дешевле да пусть с Амазон да так на каких условиях так можно ли воспользоваться отдельными услугами на верстку или это в типографии уже делается то есть если я сам буду издателем то во что это мне встанет как бы значит это встанет в то что в Америке вы должны вам должны присвоить маркировку что вы издательство вот и со всеми вытекающими отсюда правами то есть мы можем получить совершенно готовую для верстки пакет все равно мы его пересматриваем вот а мы можем собрать то есть это отдельные файлы мы можем их собрать вместе под заголовки заголовки привести книгу к единому знаменателю иллюстрации там вы знаете что вот я вижу следующий вопрос уже и он как бы плавно вытекает из того что мы сейчас обсуждаем потому что там вопрос такой первый значит какой порог входа в издательский инфобизнес вот вот не просто бизнеса инфобизнес дело в том что создать бизнес в Америке стать президентом в Америке очень легко и просто 120 долларов 150 долларов и вы уже президент ну то есть открыть бизнес лайсенс получить бизнес лайсенс а не тридцатку уже подорожало? Саня Вейна а я когда тридцатку вам платил да уже подорожало вот и это ежегодно вот и вы уже президент бизнеса пожалуйста издательский бизнес как и любой другой вы должны входить в какое-нибудь издательское общество сообщество издателей например мой living card publisher он часть группы которая называется дай бог в памяти вспомнил ну какой это группа да мы платим membership то есть там эта группа там есть все суппорты которые нам нужны там есть и лойеры там есть и и типографии где мы кстати и печатаемся вот и вход на амазон сейчас на амазон не так легко единичному человеку попасть повесить свою книжку повесить свою книжку единичному автору это довольно крутой трудоемкий процесс это у нас сейчас около 35 книг только вот нами напечатаны поэтому если вы на амазоне напишите living card publishing так хорошо значит теперь какой порог ведь вы сами знаете что у небольшого магазинчика может быть оборот под миллион долларов видимо дешевле явно будет иметь производство на периферии кремниевой долины а наша типография локальная наша типография находится в аризоне в аризоне там подешевле можно считать что аризон это периферия кремниевой долины вот насчет кремния не знаю но каменюк там очень много разных есть ли что-то необычное как выглядит карта отрасли вот в кавычках карта отрасли по статистике больше чем где в сша богачи живут в нью-йорке либо калифорнии и чего есть либо шесть основных медиакорпораций которые контролируют едва ли не 90 процентов в отрасли либо все остальное это разные местные издательства то есть грубо говоря так есть какая-то такая почти монополизация рынка вы знаете амазон сейчас стер или стирает практически очень много границ то есть нам если нужна книжка какая-нибудь да заходите на амазон и начинаете там любовный роман и он вам выдает теперь в любовном романе мы ищем там женская линия он выдает еще список то есть конечно же на первом месте будут самые как бы самый высокий рейтинг но точно так же можно найти мою книжку там пишем education second language всякое такое и находится как то есть это уже не имеет значения теперь значение имеет само достоинство книги естественно хороший автор востребованный автор ему легче написал отослал фамилию подписался вот наши авторы которые еще пока не знают не весь мир а только какая-то десятая часть ну нас уже там узнают да они наверное начинают с более маленьких издательств и но все равно точно так же попадаем на амазон пишем первые года жизни в америке и нам высвечивается михаил партнер иммиграция иммиграция просто на амазоне мало кто сообразит что можно по-русски написать название я не знаю то есть таки как-то там нетипично нетипично да ну ничего я думаю что конкретно с нашей книжкой у нас другие источники там информирование о ее существовании хорошо теперь здравствуйте вопрос скорее по полиграфии чем по издательству в россии процветает в основном оперативная полиграфия визитки упаковки открытки и прочее вплоть до того что можно сделать бизнес с одной печатной машиной типа индиго я не знаю что это типографская машина какая ситуация в сша что печатают какими тиражами я честно говоря сомневаюсь что там только оперативные там же есть газеты журналы да безусловно да вообще я знаю что очень много печатают и в Польше и в Румынии там подешевле подешевле в Корее вроде да а какое издательство и полиграфия в Италии я молчу но на евро да но на евро да в основном наверное в Китае печатают все таки подешевле подешевле да какая ситуация в сша мы печатаем on demand то есть вот сегодня надо одну книжку мы можем напечатать одну книжку завтра надо 100 100 тысяч 200 тысяч за те же деньги ну скажи если вам нужна одна книжка предлагает 10 долларов а если нужно 100 это все равно 10 долларов каждая книжка нет уже 990 если нужно 100 тысяч то это уже там 5 долларов за книжку а вот так в Китае если печатать то тысяча экземпляров 1 доллар независимо практически нет ну конечно зависит у кого толстые книжки надо в Китае но чем хорош Китай там надо сразу выложить деньги минимум это тысяча экземпляров меньше не бывает и плюс пересылка морем 3 месяца вы не положи и так далее мы так печатали на журнал на здоровье вы знаете что тысячу допустим журналов это одна история а вот тысячу таких книг охранить то где я знаю наши первые авторы они до сих пор успят на книжку они думали что с ними будет с книжками они думали они сейчас их раскупят да они сейчас поставят их в русские магазины и там в прямом очереди будет дом а в русских магазинах там покупают русские книжки? покупают ну вот самовар надо взять интервью у Александра Ильича он у нас выступал неоднократно а надо про книжки его будет отдельно мы как раз туда ходим за некоторыми предметами для офиса ну я имею ввиду из съедобного мы там чай покупаем у него и ну еще там кое-что вот у нас неоднократно на нашем канале выступал наши студенты у него подрабатывают там иногда или там родители наши студенты недавно там полгода назад было выступление нашего автора Владимира Яковлевича Лазарева с книгой доктор Логос Логос? да кто такой? ну это совершенно отдельная история да потому что у вас хороший автор интересно вот саму читать что пишешь? очень интересно во-первых один Портнов чего стоил Геня Щелин да ну конечно а значит у нас был случай с Геней значит Геня он из Баку и Геня был в команде КВН еще с это не в команде КВН это он создал парней в Баку который потом возглавил Гусман Юлий Гусман вот и у нас был случай такой что значит приходит дочь моя она уехала в 10-11 лет и у нас там какая-то компания и вот значит Геня там и дочь смотрит и она его видит первый раз и она спрашивает меня а кто вот этот господин я говорю это Геня он с Гусманом в КВН вот играл и она говорит Гусман 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 говорит Гусман Гусман га 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 неожиданно хорошо нет я думаю что Геня может много чего написать это таких таких немного людей конечно очень интересно сейчас вторую книжку тоже читаю очень теплая очень а ваша мама о чем пишет я знаю что мама тоже издается мама у меня doctor in education то есть мама пишет педагогических наук да мама пишет очень солидные книги в основном как обучать second language students то есть она именно по языкам по языкам и недавно она выпустила трилогию роман очень интересный о своей жизни с таким сюрреализмом то есть если пойти на Амазон и по-русски написать го-ре-ц-ка-я лучше по-английски по-английски а тогда возникает вопрос как спеллать правильно значит го-ре-ц-ка-я будет как y-a го-ре-ц-ка-я и там будут у нее несколько книжек да вы издавали у нее 25 книжек уже из тех 36 выездах понятно понятно чуть чуть меньше у нас с ней совместно она обожает совместно у нас с ней еще 8 книжек из этих 25 наши совместные ну это она не за деньги так для фану просто пишет все за деньги то есть продается продается о как друзья когда тема хорошая есть так и продается это очень хорошая тема как там ELS ESL ну что же дальше идем по вопросам какие перспективы карьерного роста есть у специалистов по графическому дизайну ну вот на самом деле уже отвечено было да что может дорасти до арт-директора но он должен все-таки в контексте вот этой культуры находиться не сразу насколько тяжело открыть свое дело издательство в США по-моему тоже уже сказали то есть я думаю открыть как раз вообще времени не занимает и денег не занимает а вот состояться в том смысле чтобы у тебя бизнес пошел чтобы вот пошло то есть без мастера нас нас же не только как бы учили рисовать да мы уже все пришли подготовленные нас знакомили с издательскими домами нас знакомили с лучшими иллюстраторами мы работали пару месяцев я работала в dream house как называется дубличник ну фильм такой садит мальчик на луне я понял dream work это совершенно потрясающий экспириенс с нами работали ребята из Disney один из преподавателей к сожалению умер несколько лет назад это тот человек который руками вырезал лошадей по мэри гоу раун по мэри гоу раун по мэри гоу раун по какому-то адресу и получить копирайт на нее можно так сделать еще мы это купили для нашей книги но вообще копирайт это просто такое дружеское напоминание когда стоит этот значок вот это копирайт но если я боюсь что у меня книгу кто-нибудь украдет вот я ее пошлю в издательство она там неизвестно что и бах да для этого посылается вообще книга посылается самому себе и никогда не открывается этот конверт это является копирайтом пурмен бедного человека то есть в случае чего по штампу на пакете по штампу на пакете но в принципе в Америке копирайт это святое это не то что в других странах и здесь вот этот, я же говорю, значок докирайт это дружеское напоминание вот такое вопрос впринципе насколько реально что вот человек вот живём Американ в котором мы живём что вотanda пос Whaxame что вот кто-то послал какую-то рукопись никто его не знает этому человеку если Guy Orthodox 유긴 зовут Другву у него нет вопроса как издать но вот никто его не знает он куда тот послал new vì и вдруг работник издательства понимает что вот это миллионы и крадет его книгу вот можно такое представить еще запланишь да я думаю вот как бы так со стороны глядя на это дело значит что зависит от того хочешь ты чтобы профинансировала издательство твою работу вот эту издательство издание твоей книги или ты готов платить просто деньги и все я но если ты готов заплатить тебе намного проще ты практически можешь с каждым разговаривать и просто смотришь с кем тебе комфортнее не с каждым издательство ищется очень целенаправленно есть целые книги в том же барском но было это market for writers есть они вот такие каждый год выходит как каталоги там каждое издательство наше тоже есть говорит что мы печатаем только книги о животных то есть если вы печатаете книгу как найти работу в америке ну то есть вы просто перечеркиваете издательство и пошли дальше наше издательство печатает только книги поддерживающих девочек 16 18 лет от суисайда и так далее то есть фильтр существует очень большой найти свое издательство которое вот занимается только вот эти но это те которые специализируются и могут понять коммерческую ценность произведения если вы говорите он сам готов платить то у него шире круг у него шире круг то есть но он все равно идет только по издательствам такие которые по молодым издательствам мне это напоминает знаете что как вот стартапы ходят и ищут себе инвесторов и вот есть инвесторы которые инвестируют там допустим в медицинские микробиологические компании есть которые там не знаю в интернет какие-то проекты есть там кто-то и ну ничего то у всех свои дела а вот допустим ты не можешь пойти вот так и ко всем со своим разговором они не понимают где там риски когда как как только риски не понимаются страхование если вы придете и в принципе там они возьмут вас как клиента но они не очень специализируются там цена может быть три-четыре раза выше просто потому что они боятся поэтому специализирующиеся всегда лучше ну что же я вы тоже не печататься там какую-нибудь литература которая там пропагандирует этические соображения то есть у меня тоже есть какие-то рамки вот это я беру это я не буду я например не возьму печатать какую-нибудь медицинскую там даже советы какие-нибудь я не возьмусь печатать рецепты моей бабушки слушайте а вот у нас ребята знают на канале михаила бородянского он нас тут надо там 6 7 8 у нас ним сюжетов было там на вопросы отвечал и мы ходили на тренинги и вот тут делились вот я знаю что с ним встречались вот его тематика вот это 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 вам интересно мне это очень интересно а вы прочитали его книжку прикольно да и все время натыкаешься после этого мы с Мишей поговорили и он перевел одну книжку на английский язык Миша Бородянский а у него был уже где-то первый мы согласны печатать но ошибок очень к сожалению было много и кто-то переводил через google translate он мне говорил что это на этих спикер был это какой-то кошмар или на этих спикеров то есть он не хотел как бы это очень кропотливое дело перевод сохранить стилистику сохранить там все эти самые это не просто перевести вот так вот дословно это не робот да это не робот оно не будет читаться все и я дала естественно почитать полглавы моей мамы она откорректировала одну один абзац и сказала Миша да он мне сказал что она там все перечеркала это не в личной жизни это это легко исправляется ну что же друзья я я очень рад что у нас такая оказия как бы мы таким дуплетом мы книжечку вам показали кирпичик вот и и марину я считаю что она очень такой светлый и симпатичный человек вот так что у меня есть веб-сайтик ваш я ссылочку дам в описании к видео может быть что такое вот хочется сказать тем кто нас смотрит у нас народ из россии украины процентов 8 из соединенных штатов израиль казахстан беларусь у нас так такая география я знаю что очень много многие люди пишут в стол потому что даже никто не может представить что он может когда-нибудь подержать свою собственную книжку в руках одни из-за боязни быть отторгнутыми издателями другие просто из-за такого вот low self-esteem что я не достоин и низкая самооценка наша самая первая книжка это это двухтомник совершенно изумительного писателя юзефа бронфмана моя бабушка из россии она бы никогда в жизни не увидела свет если бы он не набрался храбрости подойти к директору журнала на здоровье куражу и мы с удовольствием ее напечатать в хорошем тираже пошла я слышал про нее все кто читают читают она огромная на двухтомник огромный о исходе русских евреев из бывшего советского союза восьмидесятых годов да то есть первая волна первая волна описано там вот все дословно все чувства и читается очень легко там такая интрига идет внутри книжки вот я ее читала 3 дня не отрываясь и я не захотела напечатать я знаю что есть люди которые пишут такие семейные истории вот например мои моей жены светланы вы светлана знаете вот у нее мама ей 93 года и мама написала воспоминания о жизни их семьи вот начиная там с двадцатых годов и мы когда были пару лет назад в киеве светлана меня тоже из киеве вот она значит мы с ней ходили по этой книжке по тем местам где там что-то вот было и вот эти вот рассказы было очень интересно но не каждый человек хочет публиковать такое но бывает люди пишут и хотят публиковать бывают люди пишут не обязательно вот что-то такое внутри семейное пишут в таком широком плане поэтому я думаю что сейчас такое время слушать сейчас каждый блогер и вот иногда думаешь а чё там такого а миллионы миллионы людей идут и и и что-то находит такой я понять не могу что но это говорит только то что я не в состоянии понять и если бы это все хлынуло на бедные издательские дома они захлебываются у них лежат пачки и пачки они литрлы выбрасывают под новый год это все потому что через месяц будет такая же точно то есть есть много желающих опубликовать да и очень люди боятся а может я не достойна вот почитайте полистайте и сейчас я работаю с двумя совершенно изумительными вот такими вот авторами очень интересные очень интересные мысли которые у классика ты никогда не найдешь то есть вот классика просто какая-то внутренняя самоцензура или же почему да наверное вот друзья мы прикоснулись к интригующему миру печатного станка и людей которые за ним стоят вот так что давайте я от вашего имени поблагодарю марину и если еще вопросы есть пишите дать мы может тогда отдельно соберемся и еще поспрашиваем мы задаем вопросики хорошо и так мы помашем всем ручкой скажем счастливо ребят спасибо за внимание